МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За 10 дней до дня защиты диплома ребята оказались в подвешенном состоянии. Как экономические стратегии развития Сибири разрабатывают в сердце Академгородка вот уже 60 лет подряд. Юбилей отмечает Институт экономики и промышленного производства. Первый день работы приемных комиссий всегда проходят спокойно. Абитуриенты пока еще сдают выпускные экзамены, и у них просто нет времени на то, чтобы подать документы. О плане набора в этом году, количество бюджетных мест и в самых популярных специальностях. Последствия систематических дождей на минувшей неделе были в центре внимания областного правительства. Ливневая канализация не справляется с потоками, где-то проседает грунт. Глава региона Андрей Травников распорядился в течение недели решить проблему мест, где скапливается вода. Под особое внимание коммунальщиков должны попасть объекты строительства, котлованы и траншеи. Особо остро эта проблема стоит в городе Обь. Местные жители жалуются на затопленные подземные переходы. Исправить ситуацию возможно только подняв грунт. Пока, чтобы облегчить жизнь общан, решили скорректировать маршруты общественного транспорта. Подземные переходы под автострадой и железной дорогой в Аби. Вот уже три месяца затоплены. Люди жалуются, дожди льют. Временные деревянные настилы местами в два, а то и в три слоя на автомобильных покрышках. Глубина чуть выше колен. Сейчас специалисты готовят железобетонные тротуарные плиты. Но чтобы их установить, нужна сухая погода. Пока организуют переход на поверхности через проезжую часть. Мы установим знаки, нанесем линию разметки, поставим светофор. Это в районе остановки Октябрьский и около рынка. И также проработан вопрос, чтобы в этих двух местах установить приборы фотовидификации, чтобы водители снижали свой скоростной режим. Электрический насос качает воду практически круглосуточно. Как говорят специалисты, природный резервуар за железнодорожным полотном скоро будет переполнен. Чтобы начать работы в затопленных переходах, для людей организуют новые автобусные маршруты. Два автобуса заказных с бесплатным проездом. От нашего начала перехода около 15-этажного здания до остановки Октябрьское. Расстояние небольшое. Придется автобус запускать через кольцо других вариантов. Второй автобус мы запускаем на следующем переходе в районе рынка. И этот следующий автобус будет ходить в район Геодезии. Там, где у нас станция электрички, аэрофлот. И непосредственно там школа, садик. То есть тем людям, которым надо будет попасть в Геодезию, один автобус. Тем людям, которым надо попасть в старую часть нашего города, другой автобус. Более глобальная задача – снизить уровень грунтовых вод. Соответствующий проект обойдется бюджету в десятки миллионов рублей. Но это долгосрочная перспектива. А сейчас по распоряжению главы региона Андрея Травникова необходимо облегчить жизнь местным жителям, насколько это возможно. Усугубляет и без того сложную ситуацию не только постоянные проливные дожди, но и поведение некоторых нерадивых граждан. Специалисты убедительно просят не воровать данные деревянные поддоны, по которым ходят люди. Один клик и все госуслуги доступны. Теперь в многофункциональном центре помогут зарегистрироваться на портале. На минувшей неделе в региональной столице запустили пилотный проект. Где помогают стать участником цифровых коммуникаций? Сколько это занимает времени? Расскажет Александр Попов. Зачастую для получения справок и оформления документов не обязательно стоять в очереди. Достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг. Теперь и в этом многофункциональные центры готовы оказывать помощь. Первый пилотный проект стартовал в отделении Назыряновской. Елизавета планировала потратить как минимум полдня на получение справки о судимости для устройства на работу. Ей предложили не стоять в очереди, а под руководством специалиста зарегистрироваться на сайте госуслуг. Для того, чтобы получить справку более быстро и непосвещаемое ведомство, вы можете через личный кабинет. Для начала вы зарегистрировались на портале госуслуг. Мы засекли время. С учетом регистрации, оформления заявки и сканирования документов, вся процедура заняла 7 минут. Неожиданно даже, что так быстро мы с вами все сделаем. Для себя Елизавета определила, что не все так сложно, как казалось. И впредь для удобства порталом она будет пользоваться уже дома. Вы знаете, очень персоналы быстро ко мне сразу подошли, все объяснили. И без лишних каких-то раздумий и ожиданий я сразу подошла, села и сделала все необходимое. Примерно 15% услуг, за которыми приходят горожане в центры мои документы, можно заказать через портал в электронной форме. Вот этот психологический барьер, когда кажется, ой, как это сложно, проще ногами прибежать, подождать 15 минут или сколько. Барьер этот снимается, когда человек хотя бы один раз попробовал. Пока такую помощь оказывает лишь одно отделение МФЦ на улице Зыряновской. Специально для этого прямо в холле установлены компьютеры и работает консультант. В течение месяца мы будем наблюдать пристально за данным проектом. Мы планируем оснащение и других филиалов в случае успешного пилотного проекта. Сотрудники центра уже прочат начинанию большое будущее. В первый день и даже первый час после запуска проекта обратились 4 человека. Глава региона провел личный прием граждан. Наиболее частые обращения новосибирцев связаны со строительством дорог, благоустройством территорий, местами в школах и детских садах. Особенно в быстро растущих новых жилых массивах, такие как Чистая Слобода и Южно-Чемской. К слову, детские сады и школы там уже активно возводят. Не меньше интереса у новосибирцев вызывает и строительство спортивных объектов. Подробности в следующем сюжете. Учитель физкультуры, тренер по баскетболу Тогучинской спортшколы Юрий Томашов записался на личный прием к главе региона, чтобы попросить за всех жителей района о содействии в строительстве спортивного комплекса. С игровыми видами проблема. Людям с ограниченными возможностями заниматься тоже занимаются в приспособленных помещениях спортивной школы, которые не отвечают требованию переделать практически конструкции, не дают возможности, чтобы там колясочники могли заниматься и другие категории. Одним словом, спортивный комплекс нам нужен уже вчера, сегодня и для того, чтобы построить всю работу через общественно-образовательный процесс в спортивной школе и всю спортивную работу в районе. По словам Андрея Травникова, спорткомплекс в Тогучине начнут возводить уже в этом году. Как и многие другие объекты, кроме таких крупных, как Ледовый дворец, новый волейбольный центр, гимнастический комплекс, строительство которых в Новосибирске уже вопрос решенный, большая работа идет в районах области. В рабочем поселке Сузун строится спортивный комплекс с универсальным игровым залом. Мы планируем завершить строительство к декабрю 2018 года. Абсолютно новый объект – это физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по улице Молодежная в городе Куйбышев. Общая сметная стоимость строительства – почти 250 миллионов рублей. Окончательный ввод объекта запланирован в следующем году, в 2019 году. Реконструкцию стадиона в Чулыми планируют завершить в следующем году. Хоккейные коробки, футбольные поля, площадки для сдачи норм ГТО появятся почти в каждом районе области. И это не считая тех спортивных объектов, возведение которых стартует в 2019. Цель – дать возможность заниматься физкультурой и спортом любому жителю. У выпускников 2018 продолжается горячая пора. ЕГЭ для многих позади, теперь нужно определиться с местом дальнейшего обучения. И несмотря на то, что в нашем регионе десятки вузов, выбор сложен. Тем более, что для многих остается заманчивая возможность поступить в высшие школы столицы. Где и кого ждут, расскажет Мария Черешнева. Это нерушимая традиция. В Техническом университете старт приемной кампании дают официальной линейкой. Здесь все деканы, но пока всего один абитуриент. Артур Штрах приехал в Новосибирск из Усть-Каменогорска за специальностью мечты. Много специальностей я подал, чтобы уж точно на какой-либо из них поступить. А вообще в кафедрах ФЛА, факультет летательных аппаратов. И вот в марте уже сдал, получается, экзамены и сюда пришел сдавать документы. Первый день работы приемной комиссии всегда проходит спокойно, но дней через 10 здесь будет ажиотаж. В Новосибирском техническом университете давно уже не делят те или иные факультеты на лидеров и аутсайдеров по конкурсу и проходному балу. Но определенные тенденции все-таки есть. Так, в последние годы особой популярностью пользуются инженерные и технические специальности. На этот раз и бюджетных мест на этих направлениях больше, на 10-15. Наш Министерство образования и науки осознал тот факт, что все-таки важно получать нашим гражданам, нашим выпускникам наших школ образование конкретное, инженерное, которое сегодня востребовано. Понятно, что есть масса ребят, которые ориентированы на юриспруденцию, на экономику, на бизнес и так далее. Но все-таки наш университет по определению, в основном, конечно, он в большей степени инженерно-технический. Энергетика, мехатроника, летательный аппарат и конкурс плавающий, но неизменно высокий. Хотя количество абитуриентов и их предпочтение предсказать точно трудно. Показатель конкурса, он не всегда коррелирует с проходным балом. Бывает конкурс большой, там 10 человек на место, пришел слабый абитуриент, проходной бал низкий. Бывает ситуация обратная, когда конкурс там один-полтора человека на место, пришли сильные ребята, бал высокий, ну проходной, естественно, высокий. Полторы тысячи бюджетников, еще полторы по контракту, это еще только приблизительный план набора в тех университет. Первокурсников подсчитают в августе. А в геофизическом колледже точно знают, есть 125 мест на три специальности и одну профессию. Там приемная кампания идет полным ходом, 10 абитуриентов уже есть. Это хороший звоночек, это очень приятно, когда 1 июня у тебя в приемной комиссии уже находится человек, который приехал из Томской области, или из Республики Казахстан, или из Саха-Якутия. То есть у нас география работы очень обширная. Это не только Новосибирск, и практически, может быть, мы этим и отличаемся. Основной наплыв здесь, как и во всех институтах города, ждут примерно через неделю после школьных выпускных. В продолжении темы. Выпускникам, которые планировали поступить в Новосибирский аграрный университет, придется скорректировать планы. В НГАУ не прошли госаккредитацию, две непрофильные специальности – таможенное дело и правоохранительная деятельность. Тем, кто уже учатся по этим направлениям, организуют перевод в другие вузы, либо предложат перейти на юридический в самом аграрном университете. К другой сезонной теме. Пока новосибирские садоводы лишь в предвкушении первого урожая, в магазинах уже вовсю торгуют привозными фруктами и ягодами. Однако не весь импорт одинаково полезен, иногда и вовсе представляет угрозу для здоровья. Хотя таможенники каждый сезон от новосибирской границы отправляют во своясе десятки тонн сомнительных товаров, тем не менее, к походу на рынок стоит относиться весьма бдительно. Екатерина Широкова подробнее. Есть ли документы, подтверждающие сертификацию, что они действительно из Узбекистана? Да, конечно. А можете показать? Сейчас здесь нет, но можем показать. Клубника из Сербии, Турции и Кыргызстана, арбузы из Узбекистана и юга Казахстана. Продавцы утверждают, документы есть, но на другой точке у хозяина или вовсе отказываются говорить. Между тем, каждый покупатель вправе узнать, откуда привезли лакомство и прошел ли товар все необходимые проверки. В палатках с ящиков и так далее, как мы все это, как потребители видим, это, конечно, не совсем правильно, что документов у них нет, но напрямую, скажем так, законодательством это немного не урегулировано, именно на таких вот мелкорозничных, скажем так, иногда даже не совсем санкционированных местах реализации. Арбуз обойдется покупателю от 30 рублей за килограмм, а вот стаканчик клубники от 100 рублей. На каждую партию овощей и фруктов выдают сертификат о прохождении фитосанитарного контроля, но зачастую розничные торговцы сами не знают, откуда привезли товар оптовики. На крупных рынках с контролем строго. Но чтобы клубника попала к нам на стол, к примеру, из Сербии, ягода преодолевает больше 5000 километров. Чтобы довести скоропортящийся продукт, поставщики вынуждены его обрабатывать консервантами. Тогда ягода не дает сок. Лабораторная экспертиза полная проводится в том случае, если инспектор Росельхознадзора при досмотре выявляет какие-то подозрения. Если подозрения у инспектора возникли, то продукция обязательно направляется на лабораторную экспертизу. По словам дачников, свою клубнику ждать не скоро. Урожай в этом году запаздывает минимум на месяц. Домашнего еще, ну, как бы, может, к июлю будет еще что-нибудь. Недавно на контрольном посту в Карасуке задержали сотни тонн казахстанской, киргизской и китайской продукции. Фрукты и овощи с высоким фитосанитарным риском без маркировки вернули отправителям, а виновных привлекли к административной ответственности. Несмотря на то, что Новосибирская область находилась в глубоком тылу, вклад в победу наших дедов и прадедов сложно переоценить. Летом 42-го года, в самые напряженные дни боев с нацистами, в Сибири родилась идея создать добровольческую сибирскую дивизию. Инициативу новосибирцев тут же подхватили в Алтайском крае, Омске, Томске, Барнауле и Красноярске и начали формировать добровольческие бригады. В самые короткие сроки в партивные, комсомольские, профсоюзные организации и военкоматы области поступили более 42 тысяч заявлений, что в несколько раз больше того, что требовалось для формирования дивизии даже по нормам военного времени. Всем известны и подвиги масштабной эвакуационной кампании в наш регион. Следующий сюжет о Новосибирске, каким он был в день начала эпохальной битвы. Я посмотрел газету «Советская Сибирь» за 22 июня 1941 года. Вчера газеты вышел, на ЗИС-5 их развезли и полуторгом по отделениям связи. О войне ни слова. Эта газета, наша областная газета, она печаталась 21 числа. Та же картина в других изданиях. Например, «Красноармейская звезда» сообщала о партийных делах, соревнованиях по плаванию и стрельбе. Она вышла под девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Вместо него в следующих номерах будет лозунг «Смерть немецким оккупантам». Старые тиражи хранятся в Доме офицеров, о котором историк Юрий Фабрика пишет книгу. В ней информация о том, как изменился привычный рабочий ритм учреждения с 22 июня 1941 года. В библиотеке организовали выставки патриотической литературы. В местном кинотеатре стали показывать фильмы о Суворове и Чапаеве. Каждый день лекции о народном характере сражений посещали сотни людей. Спортивный клуб армии существовал. И поэтому здесь, конечно, больше внимания уделяется военно-прикладным видам спорта. В частности, штыковой бой, переползание, метание гранаты, подъем по канату в шесту, маскировка. Всячески наш Дом офицеров содействовал к тому, чтобы воспитать воина-патриота. В Доме офицеров организуют курсы подготовки медицинских сестер. Шесть месяцев учебы и на фронт. Был мирный день, воскресенье. И вот в 12 часов дня по московскому времени было обращение Молотова к советскому народу о начале войны. У нас это было уже 4 вечера. Кто-то в театр собирался, кто-то просто погулять в парке, вечер провести. И вот объявление о войне. Уже через 20 минут после обращения главы правительства СССР в военкомат пришел слушатель партийных курсов Совин. Хотел записаться в ряды добровольцев. Вскоре количество таких заявлений выросло до 6 тысяч. Женщины тоже рвались в бой. 84-летняя Августа Восковец вместе с дочерью просилась на фронт медсестрой. Сегодня военно-исторические клубы Новосибирска реконструировали эпизод времен Великой Отечественной. 41 год, 22 июня. Западные рубежи Советского Союза. Фашисты атакуют по гранзаставу. Граница наша больше тысячи теоретов, на которые пришли немцы. И столько было маленьких локальных боев, что я думаю, что что-то было похоже обязательно. Потому что очень много было очагов, где действительно оказывается сопротивление. Красноармейцев застали врасплох. Враги хорошо вооружены. Пехоту поддерживает артиллерия. В лесу, роль которого досталось нескольким раскидистым клёном, установили ПАК-37, немецкую пушку. Сергей Блинов сделал её за полгода. Стреляет она холостыми, как и всё остальное оружие реконструкторов. Колёса единственные только взятые, собственно говоря, оригинальные. Всё остальное – это новодельные. Брались с настоящей пушки размеры и всё это делалось, чтобы повторить форму. Любители военной истории ищут информацию в архивах, внимательно изучают кинохронику и фотографии фронтовых лет, чтобы выглядеть и вести себя так же, как солдаты и офицеры противоборствующих армий. Например, у красноармейцев на гимнастёрках – петлицы. И никаких погон. Они появятся позже, в 43-м году. Здесь всё соответствует времени, кроме одного. По сценарию бойцы вермахта берут в плен мирное население. Было, так скажем, одно из художественных допущений. Конечно, в первые дни войны немцы не угоняли мирное население на работу в Германию. Это они начали делать ближе к 42-му году, когда поняли, что война будет затяжной и трудной. Но так как всё-таки хотелось сценаристам больше драматизма показать, поэтому это художественное допущение имело место быть. Организаторы говорят, главная задача – показать, какой ценой нам далась победа. Агрессор был невероятно силён и всё же обратился в бегство. Вы смотрите «Итоги недели» на канале ОТС. Далее в программе. «Институту экономики и промышленного производства» 60 лет. Какой вклад научные сотрудники сегодня вносят в проект «Сибирское лидерство»? Канал ОТС отмечает 20-летний юбилей. Мобильная телестудия уже побывала в Татарске, где пройдёт следующий концерт. В преддверии дня рождения региональной столицы музей Новосибирска получил прописку в историческом здании. А горожанам показали редкие кадры сибирской кинохроники. 83 новых автобуса школам в районах области. На ушедшей неделе уже отправили 20 пазиков и 12 газелей. Машины оснащены всеми средствами безопасности. Система ГЛОНАСС, скрепки, ремни и специальные светоотражающие таблички. Каждое утро в глубинке от дома к школе перевозят 11 тысяч ребятишек. А вот кому ездить далеко не придётся, так это ребятам, живущим в микрорайоне Чистая Слобода в Новосибирске. Там уже в этом учебном году откроет свои двери новая школа. Сегодня достаточно высокая степень готовности. Финансирование идёт по графику. Всё оборудование технологическое предусмотрено в соответствии с требованиями. Это и столовая, это и медицинское оснащение. Достаточно хорошо продумано непосредственно благоустройство территории, которое будет в летний период осуществлено. Это наличие спортивных площадок и волейбольных спортивных площадок, и для тенниса. Новая школа разгрузит соседние, которые переполнены. В итоге дети будут учиться исключительно в первую смену. К слову, в текущем году в нашем регионе сдадут в эксплуатацию ещё четыре образовательных учреждения. Одно в городе Опь, остальные в Новосибирске. На весеннем жилмассиве это Первомайка, в центре на улице Гоголя и в железнодорожном районе на Саратовской, где откроют школу-интернат для глухих и слабослышащих ребят. К другим темам. Академгородок 2.0 в цифрах и графиках. Дорожная карта развития Новосибирского научного центра практически создана. В ней говорится об обновлении оборудования в лабораториях, об инкубаторе для самых перспективных научных направлений от аэрокосмоса до генной инженерии. Вторым этапом будет создание социальной инфраструктуры. В городке должны появиться новые школы и детские сады. А на ушедшей неделе в научном городке отметил день рождения Институт экономики и промышленного производства. Следующий материал от тех, кто разрабатывает стратегию развития Сибири. Вы понимаете, было какое время? Академгородок, тогда Сибирское отделение, это просто было знамя. Тогда это 60 лет назад. В то время впервые заговорили о сибирской науке, уверяет Виктор Суслов. И отец, теперь уже доктор экономических наук, переехал из Ленинграда в Новосибирск. Сам Виктор Иванович работает в Институте экономики почти 50 лет. Сегодня вместе с небольшим, но значимым коллективом Академгородка отмечает юбилей не просто института, второго дома. Безусловно, Институт экономики является одним из самых ярких бриллиантов в короне Сибирского отделения Российской Академии наук. Юбилей для ученых не столько повод отпраздновать, сколько обсудить планы. Экономика не только в математических моделях, она неотделима от политики. Реформы Косыгина, стратегия Сибири, расчеты при строительстве БАМа. В тесном сотрудничестве с властью ученые и сегодня. Всегда институт находил задачи, которые были направлены, в первую очередь, на развитие народного хозяйства, экономики Сибири и всей страны. И я уверен, что и на сегодняшнем современном этапе такие задачи будут определены. И институт будет находиться на самых актуальных фронтах того самого прорыва, о котором говорит президент, который нам действительно всем необходим. Институт за последние 60 лет разработал две стратегии экономического развития нашего региона. Сейчас приступают к третьей. Главный вызов – повысить экономическую привлекательность области. Необходимо заселять Сибирь, осваивать ее реально. Причем юг Сибири, как я говорю, по линии Средний Урал, Пайкал, Сахалин, вполне пригоден для нормальной жизни. Завистое строительство, дороги, зарплаты. Это же неправильно, когда в Москве начинающий тот же самоэкономист или банкир начинает со 100 тысяч рублей в месяц, а у нас здесь 30-40 тысяч. Дом моделей естественноэкономических – так называют институт на проспекте Лаврентьева. 60 лет назад здесь попробовали основать лучшую экономическую научную школу. Не прогадали. Телекомпания ОТС отмечает 20-летний юбилей. Причем мы это делаем не как сегодня часто принято в форме корпоративов, а в полях и для всех. И, разумеется, с праздничной программой. Первый концерт журналисты ОТС и артисты дали в Татарске. Александр Попов о любимых зрителях, кадрах за кадром и превратностях погоды. 20-летие телекомпании ОТС – первый пункт маршрута наших юбилейных празднований Татарск. На главной сцене города идут масштабные приготовления, настраивается аппаратура. Собираются зрители. Канал ОТС в Татарске знают и любят. Да, мы все новости на нем смотрим, на ОТС. И все программы интересные. На Новосибирской области вся жизнь на ОТС. И, конечно, мы это и смотрим, и больше, чем другие каналы. И дети, и взрослые в восторге от нового символа телекомпании – телепса Бублика, который, как и журналисты и техники ОТС, принимает поздравления. Чтоб развивался, чтоб все было у вас хорошо, и у нас тоже с вами все хорошо. Процветать в вашей компании, чтобы у вас было больше зрителей, больше позитивных вам материалов. И, тем не менее, к нам приезжайте и проблемы поднимаете. А вот у небесной канцелярии отнюдь не праздничное настроение. В этот праздник и погода преподносят неожиданные сюрпризы. Вот буквально сейчас пошел град. Мы надеемся, он очень скоро закончится, и мы сможем начать свой концерт. И начинается он по расписанию. Самые стойкие зрители не уходят до последнего под проливным дождем. Но погода, похоже, решила испытать нас на прочность. Удар молнии в трансформаторную подстанцию, через несколько секунд шквальный ветер, и надувная сцена не выдерживает. Для приглашенной музыкальной группы это стало самым коротким выступлением в карьере. Что это было? Страшно было? Да, я даже не заметила, как сцена начала на нас падать, нам пришлось кланяться. Ну, слава богу, зрители нам помогли допеть одну песню хотя бы до конца. Никто не пострадал, в том числе и наш настрой продолжить проведение Олимпиады музыки и спорта в честь юбилея. Все живы-здоровы, мы едем в Болотный, мы едем дальше по области, несмотря на все трудности, которые нам погода устроила. Уже в эту субботу журналистов УТС будет встречать Болотное, следом Куйбышев, Маслянина и Ордынская. А 28 июля телевизионное концертное турне завершится гала-концертом в Центральном парке Новосибирска. А теперь о еще более глобальном юбилее. Новосибирску 125 лет. По мировым меркам возраст для мегаполиса юношеский, но вполне достаточный для зарождения своей истории и аутентичности. В преддверии праздника в региональной столице презентовали отреставрированное здание начала 20 века, в котором отныне будет работать постоянная экспозиция музея Новосибирска. Двухэтажный кирпичный дом, скрытый между набережной и парком «Городское начало», сыграл в истории Новосибирска огромную роль. В 1907 году там подписали соглашение о выкупе императорских земель Новониколаевска. Что это изменило в судьбе нашего города, пускай останется интригой, которую будет приятнее разгадать во время посещения самого учреждения. А в музее кино «Новосибирская хроника» картины, снятые еще во времена Советского Союза, показали впервые за долгие годы. Небольшая компиляция короткого метра и сценарий по диагонали в сюжете Екатерины Широковой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири. Ученые из Польши, Людосвали и Франции, Мерри, кто только не бывал у нас. Академик Евгений Мишалкин за работой, приезд астронавтов НАСА, молодые ученые СССР, студенты, спешащие на лекции, улочки и скверы города. Фильмы про Новосибирск пропитаны духом советского времени. Хороший вопрос всегда говорят, а где вы это находите? Как в анекдоте в тумбочке, потому что архив западно-сибирской киностудии, вопреки вообще такому распространенному мнению, никуда не ушел. Фильмы сняты на западно-сибирской студии «Кинохроники» в 60-80-х годах. Хронометраж каждого не больше 20 минут. Однако, чтобы восстановить раритетные кадры, работники музея кино приложили огромные усилия. Сложной задачей стало не цифровать пленку, а вернуть картине былой цвет. Кадры, снятые в то время, то желтят, то уходят в красный. На языке киноделов это называется кирпич, поэтому потребовался не один месяц кропотливой работы. Уникальные фильмы не шли в прокате в Сибири. К примеру, «Кинохроника. Новосибирск» 1976 года. Режиссёра и оператора Виктора Мамонтова – это фильм, снятый для презентации города за рубежом. Прикосновение к истории каждый раз. Допустим, я человек, который не жил в те годы, когда снималась эта «Кинохроника», я, во-первых, смог сравнить жизнь сегодня, жизнь тогда, жизнь раньше ещё и так далее, через кинокадры. Примечательно, что в фильмах нет пропаганды советской идеологии, просто показана жизнь города и горожан. Бесценные исторические материалы ещё не раз покажут в музее документального кино «Новосибирска». Ритмы жизни набирают обороты. Быстрее. Ещё быстрее. Мы пытаемся угнаться за временем. А ты остановись, посмотри вокруг. Привычные вещи сразу станут необыкновенно красивыми. Видишь, каждое время года окрашивает город в свой цвет. И каждый раз он особенный, как и его жители. Душевный, современный и такой гостеприимный. Мы рады быть его частью. Частью жизни, истории и частью будущего. Сибирская генерирующая компания. С днём рождения, любимый город. Так прожил эти будни регион 54. А мы встречаемся на канале ОТС в следующие выходные. Позитивного всем настроения и лёгкого начала новой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова